Так, я припозднилась. Они были такие пушистые, пушистые. Я чуть-чуть припозднилась, а у нас тут действие. Стрижка овец святого Якова. Мы тоже никогда не видели. Неправда, судя по вашим профессиональным действиям. Это у нас овечи парикмахеры? Не парикмахеры, а стилисты. Прошу прощения. Давай я подержу. Тихо, 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 тихо. Тихо, моя хорошая, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Маленькая моя. Что перевод за носки? Летом будет все сочиться и жарко. Двенатый ты? Кто до сих пор сидит на самоизоляции и не сходил в парикмахерскую. Смотрите, как это делается. Кто-то тоже хочет там что-то заболевать. Веня. 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 Веня к стилисту. Кто там? Где? Вот тот? Вот. До свидания. Все, чьими спеем, да? Все обрабатывается, если что-то не так. Все порезы бритвой. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Что у тебя с лицом порезался, когда брился? Ха-ха-ха. Зато как им будет хорошо. Смотрите, друзья, с кожи, овечьей шерсти тут. Мешок. Такая жестковатая, конечно. У верблюдов помягче будет. Хотела себе на огня. Боже упаси, оно же колючее. Оно какое мягкое. Ну, рекомендует Наташа. Не знаю. Мне когда-то папа привозил в Скорпат. Там это называется Лижник. Такое оно колючее. Ну, невозможно спать. Ни на нем, ни под ним. Так, ага, вывели еще. Барашка. Барашка вывели. Ох. Два мужчины. Смотрите. Это мужчина вроде. Мужчина. Ну, судя по рогам. Судя по рогам. Тут еще баран. Ну, ладно, броню снимать. Ох. Хорошо, мальчишки. Ох. Сильные такие. Тихо. Ноги переломаешь. Тихо, тихо. Упирается, сынка. Упирается. Так, нога попала между этих. Ножка там. Все. Не, 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 не. Тихо, тихо, тихо. Сейчас все вытащим. Один. Вытащим. Опа. Тихо, тихо, тихо. Еще один. Еще, еще, еще. Все. Все. Такой у него ноги даже не складываются. Занял. Слышите. На хорошего поясенка такой по объему похож. Слышите. 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 Видите, как глубоко уходит туда рука. Сейчас начнем. Сейчас начнем. Если кому-то кажется, что это плохо, то для них это шикарно. Оденьте вы в такой войлочный пояс. Маленькие дети тоже сопротивляются, когда стригут. Я себя в детстве помню. Некоторые большие тоже сопротивляются. Дети. Несмотря где. У меня такое ощущение, что он понимает, что он лег себе спокойно, да? Нет. Он просто сам по себе спокойный. А, он сам по себе? Он, ну как, флегматик. Делайте сам. Больше хотите только что-то делать. Покормите и все. Больше ничего не надо. Подожди. А там группа. О! Видя, уникальная возможность. Видите, он становится. Возьми, заходите. Вот так. О! Такая желтенькая внутри. Там сантилетов 20. Возьми, поролон, да? Ага. Это желтая у нас. Голотая у нас. Ну, это машинка у меня. Лежать. Да, она. Видит легко. О! Такая специальная машинка. Смотрите. Какая-то, что-то стрижет. У нас очень много льдин, смуты с капказа. И они понимают, там же очень много овец. Овец, да, нас сведут. Никогда не сведут. Когда зима, да, ребята, это когда тепло? Нет. Это логично. Что-то в дыре отрошли. В дыре все отрошли. Посмотрите, какое золотое пыль. Какое-то, в огненочек такой становится, молочный. Мне кажется, что такой пуль, а дыр такой стяжный сойдет. Как от насыпыта. Как интересно. Здесь температура, конечно, поинтересная. Жарит. Зарит, да? Можно попробовать? Есть, есть. Возьмем. Не может. Не может, ребят. Насколько он не заль, чтобы что-то не будет легко. Если, например, где глюнь, ты на кассе, да? Они садят себе дикану или нет? Да. Да, да, все они могут. Овцы. Поэтому не надо такая тушь. Смотрите, какая церковь. Мягенькая, кажется, внутри. Прямо все. Потребуй. Вот тут вот прям под шерстью. А тут уже остыло. Мгновенно, ребята, там внутри прям очень, ну, прям горячо. Смотри, какая шкуя. В Белоруссии стригут, если бы вы видели. Там 3-5 минуты на голову. А вот сколько вообще рекой-то? Вот сколько можно постричь за день? За день очень много можно постричь. Это зависит от... От темперамента овцы. Опыт. О, мне даже не за опыт. В Белоруссии они держат тысячи этих овец. Нет, а есть овцы. Просто породы разные. Одно заодно. Они мереносов держат. Мереносы они легче стригутся. Может быть, я не знаю. Шерсть мягче. Да. И она не 3 года росла. Весной подстригли. И на следующую весну опять подстригли. Судя по рогам, тут не 3 года. Красавцы будут бегать. Некоторые альпаки 3 часа ждут. Стригут, блин. А альпак мы тоже будем стригать? Альпак, да. А мы тоже будем сегодня стричь. Будем и альпак стричь сегодня? Что за съездами? Надо, надо. Как здоровья хватит. У кого? У альпак? Я боюсь, спасибо, Авалю. Сколько можно подстричь? У меня есть альпаки. Ребята из Баскет-Карай. Это шесткая помощь. Шесткая помощь. Ну, там Баскет-Карайский парк миниатюры, зоопарк принял. А это наша Наталья. А мы жизнь не узнают Наталью. Ну, и для новой. Для новой, да. Кто не знает, это Наташа. Это мамка всех вот этих копытных. Наташа, не стесняйся. Ребята, они уже писали. Да, но Наташа никогда не бросит. Нет, Наташа будет бросить. Своих копытных. Это одеяло, реально, смотри. Засунь под одеяльник и готово очень-очень одеяло. Теплое. Да, сейчас он запроизвели. Чимис-Пей, чтобы сразу не спрашивали, что это за баллончик. Тот же самый, который Львов. Вот на хребте еще кусочек. Мелкие сарапинки дам. Обеззараживающее средство. Такой был беленький. Ляг, ты. Как первоклассника Петра. Все на полномали, все на спаль, все на львов. Идет своим фидором. А почему ты все заобедаешь? Уже такая. Мама, мама, пастается, понимаешь? Ей полегчало. Так, что вы не будете, вас не надо поставить. Она наказывает, что это, я отцепляю. То есть, натягиваться не надо. Ребята, товарищи, вы пригодите, чтобы вам эта информация. Натягивать не надо. Мне вас опущенчистки, будет две отцепитого, якобы, поймать. Один, надо совсем-то набить. Каркас сделать просто. Из проволоки. Ну, барана поймали. Не знаю, кто больше счастливый. Наташа поймешь ребенка, который я лично. Ну, а кто пострелит, сейчас барана не тянет. Сняли, смотрите. Это надо повешать на этот самый. На заборчик. Слушай, этим можно обернуться, правда. А повешите вот так. На заборчик. Девчонки с твей, вот я-то готова. Это с тебя сняли? Один бокс. Это даже еще не полностью. Слушай, тебя тут-то немного вообще. Переворачивай. О-о-о-о. Вот это-то все. Ну, я не знаю, как вы. Мы такое в первый раз видим. Вживую. По телевизору, конечно, это все видели. Только не смотрели. Нет, почему? Мы смотрим, например, есть передача. Не считайте за рекламу. Вид на выборе. Мирноизнанцев. Не, не, не. Да. И орел и резко, они там тоже иногда забредают в деревне. Очень прикольно было, как у него здесь спрежали. Не, мне надо, давай. На раз-два взяли. У-у-у-у. Па-а-а. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И что? Лежает. Вид как из зазеркалья. Только что было так все симпатично. Поддержать ноги? Наташа ушла. А там вот уже висит. Ты понимаешь, какая пшелька? То есть я на паспорт идем. Ну, как же я все это? Что ты? Ты в шоке? Завтра ты поймешь, как тебе хорошо. Да. Ну, через это надо пройти. Так по-другому. Сладко смеяли. Вот я запомнился, какой он, как бы такой, припасканный. А когда ходил, ты такой симпатичный был, мне казалось? Ну, он и сейчас симпатичный. Нет, да. Причем в жизни, а сейчас мы так вот, да? Занимай свеку, она такая золотистая. Я это понял. И видишь, мне кажется, уже не такая симпатичная. Трубка, да? Ах, 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 ах. Та сейчас радуется, что она не одна такая. Бараню тоже досталось. Обсак с рисковатым хвостом. Вот, боже. Природа создала. Закрутила хвост как-то. Даже ты видишь, но у нее видит спокойно, смотри. Смотри, что это вот. А она такая мастеристая. Жирная. Жирная и пахнет. Мягко. Не, ну они ничего не воняют. Бывают и похлёстки. Такой золотой облажь. Золотой облажь. Не, не, нормально. Я тут уже конец виду. Нет, как вы сейчас ребята приехали. В общем, чтобы сюда вот сирии нашли, бежать и пахнет. Ха-ха-ха-ха. Где ваши специалисты? Тут приходят и смотрят участие. А у нас не специалисты пострички. Так мы тоже не специалисты. Ну, придется ими стать. У нас очень много таких баянок и овец. А у нас вот и обычные птички. Поэтому мы все там не сопостричьем. И учи тогда приедут. А Львов же стричь не надо. Как? Почему не надо? Грина, это тоже. Иди, что со мной? Давай готовить пострички. Ага, ну можем взять вас на стажировку. Хотите? А мы поснимаем. Как же я хотела. А мы снимем. Вот топчик будет. Топчик, не два слова. Миллион, мы посмотрели от Девана. С такой машинкой к Львам, да? Ну, надо дать даже один раз мы как-то на Львове стричили белого льва. Вот что. А у него такие колодки были. Капочки. Капочки, да, были под шеей. И мы снесли. Или подчетки никого, что Малех Алексеевич его держал. Ну, а теперь объясните мне, Татьяна. Почему это никто не снял? Димаш, я понимаю. Потому что... Потому что... Я занят, что вы... Да. Во-первых, я была в таком состоянии, как бы тоже, понимать, что я не знаю. Необычном. Хвосты грозные. Ты посмотри, хвост. Да я все понял. Это в моей жизни тоже было. Вот такой, как у Той, да? Ау, там все видели, какой хвост у барана. Мы только не видели, да. Слушайте, он, конечно, грязный. Ну, извините, это хвост, он прикрывает нужные места. Но вы посмотрите, какой хвост. Как у бобра. Вы видите? Вот, как у бобра. Анюк, как у собаки. Вот, как у бобра. А где баран? Погоди. А вот баран. А вот здесь голова барана. Вот его уже, смотрите, подстригли почти всего. А вот тут вот голова. Уже он вообще не видно. Смотрите, все как-то. Ну, по его голову не положим все-таки на этот, а? А он тогда брыкаться не будет. Ну, сидеть, тут он не брыкается. Он сейчас прекрасно, уже не брыкается. Вон, Роди уже видно. Вот такой. Будет красавчик. Это мне. Вот так вот, видите, в самом деле, на бурке осталось и стоит. Что они стрибуют? Видите? Самое сложное такое место. Баранка не хочет, чтобы застригли. Ну, все. Походи, видишь. Остался один кусочек. Один кусочек. Красавчик теперь баранка. Четыре. все стриженный смотрите какой пятнистый вот так вот стригут наших овец что барашек тут уйду я от вас заканчивая коровка и и и и и и и